Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Доктор Ветеринарная клиника «Доктор Ветеринарная клиника» Процесс актировки необходим для самой главной цели – это не допустить в продажу некачественных щенков. Щенки бывают а. непородные, б. недокормленные, б. больные. На что же обращает внимание эксперт, как определяет породность животного? Здесь замечательный прикус и замечательная широкая нижняя линейка. Это говорит буквально о том, что у этой собаки будет очень широкая нижняя челюсть и голова будет смотреться гармонично. Следующий момент – это шерсть. Вот если шерсть у собаки ухоженная, то есть такая, какая она должна быть, значит за собакой следили. Смотрим глаза. Глаза должны быть чистые, блестящие. Это признак здоровой собаки. Нос влажный и чистый. То есть вот эти признаки – зубы, глаза, уши и нос. Вот, здесь все хорошо. Конкретный представитель – цвирок науцеров. Очень хорошая собака. Хорошая чем? У нее очень хороший экстерьер. Она очень компактная, высокопередная, с очень хорошей линией верха, с очень хорошим балансом фугуров передних и задних конечностей. У нее замечательный круг, у нее хороший выход шеи, у нее очень объемные глубокие ребра, и очень породная голова, очень хорошо посажены глаза. Если у собаки хорошая анатомия, вот ее поставь, вот она будет стоять. Заводчик перед актировкой должен был в клубе получить номер клейма для каждого щенка и узнать, на какую букву должен быть назван весь помет. Собственно, и проклеймить щенков необходимо тоже до актировки. А еще нужно придумать клички всем питомцам. Ведь в итоговый документ, в акт осмотра помета, вносятся все эти данные. Специалист клуба сактировал помет, и на основании заполненного этого акта обследования помета всем щенкам помета выдается щенячья карточка, которая указывает, соответственно, порода, кличка, дата рождения, обязательно клеймо, родители, кто заводчик. И каждый щенок получает первый документ, который по-новому называют метрикой щенка, по-старому щенячья карточка. Само оформление щенячьих карточек в документ, оно может быть различное. Кто-то клубы какие-то свои, эмблемы, свои картинки вставляют, свой орнамент какой-то. Напомним также, что при актировке заводчик должен предоставить пакет документов родителей щенков, копию родословных, титулов и для некоторых пород копию сертификата о тестировании. Пакет документов уже отправляется в РКФ для регистрации в Российской Экологической Федерации этого помета. И после регистрации уже владельцы щенков, когда они приобретут их, имеют право обменивать щенячьи карточки, которые мы выдаем при актировке, на родословные. Тут тоже стоит отметить, что в РКФ существует определенное правило. То есть вот этот документ, так называемое заявление на регистрацию помета или акт обследования, должен поступить в РКФ максимально, максимально, самое позднее, это до исполнения щенкам 18 месяцев. То есть если до 18 месяцев не поступило это заявление по каким-то причинам, то этот помет не будет зарегистрирован, и все щенки этого помета останутся без документов. Дождь не помеха прогулки, считают эти двухмесячные привитые малыши. За их жизнью мы следим с самого рождения. Так они выглядели, когда родились. А вот уже настало время подыскивать им владельцев. Они достаточно окрепли, самостоятельно кушают, корм и, как видите, с удовольствием гуляют. А некоторые из них без труда освоились на новом месте жительства, где, правда, уже есть один тверкшнауцер. Мы очень боялись брать первую собаку. Мы переживали за то, что мы будем плохими родителями. Но вот когда мы поняли, что все преодолимо, что наша любовь и наше желание превыше кучек лужиц, ночных бдений, каких-то собачьих болезней, мы просто поняли, какое это счастье. И пришли к формуле, сами сделали вывод, что лучше одного тверкшнауцера могут быть только два тверкшнауцера. Первый щенок в доме – это как первый ребенок в семье. И вопросов возникает очень много. Потому опытные заводчики наряду с документами собаки выдают новым владельцам памятку, где заранее отвечают на самые распространенные вопросы. В первом идет корм. Как кормить, сколько кормить. Потом идет комплекс витаминов. Дальше вакцина. Потом идет вакцина. Вот написано. На бивак 6-8 недель. Далее в 3 месяца и после смены зубов. 6-7 месяцев. Тут совершенно четко все написано. Перед вакцинацией за 3 месяца. Диклимитизация. Глисты. Написано чем? Альбинс С. По весу. Одна таблетка на 5 кг веса. Лакомство. Немаловажный момент. Сушки. Сухие хрящи. Косточки. На занятиях можно давать маленькие кусочки сыра. Но подсушеного. Подсушеного. Чтоб не пачкался. Вот. То есть вот эти пункты, которые получает каждый щенок у нас. Независимо от породы. Нюфы, шарпей, азиаты. То есть они все получают вот такие памятки. Дальше. По всем вопросам обращаться. Наш домашний телефон и мобильный телефон. То есть вот. Значит, если щенок уезжает в другой город, то мы ему в общем настоятельно советуем встать на учет в любое отделение Российской кинологической федерации, которое у них есть по месту жительства. Если, соответственно, щенок остается вблизи у нас, соответственно, он вступает в нашу сергию посадки клуба ЛИТ. Все, что говорят заводчики, сначала кажется владельцам вовсе несущественным и даже ненужным. Но поверьте, если рекомендации пишут, значит наболела. Мы внимательно прослушали все рекомендации заводчиков и тут же про них забыли. Поэтому собака, как только попала в дом, естественно, начала переживать. Она тут же попала к нам на кровать, была люблена, кормлена с человеческого стола, гулина в ненадлежащую погоду и, естественно, начались проблемы. В общем, закончилось это тем, что спала она на наших подушках, а мы ютились у нее в ногах, дабы, значит, вот вареньке не помешать. Поэтому я считаю, что к рекомендациям заводчика прислушиваться нужно обязательно. Я боюсь, что скоро заводчики просто не будут брать трубку, когда мы звоним, потому что звоним им регулярно и, как правило, к ночи поближе. Любая особенность в поведении, вот что-то изменилось в здоровье, да, извините, не так вот собачка сходила погуляла, не ест корм или, наоборот, потребляет его чрезмерное количество. Это самые, наверное, распространенные вопросы. Особенно с первой собакой, когда ты не знаешь, как она должна себя вести. Ну а потом уже начинаются, конечно, какие-то прелести. Вот вы видите, да? Вот вы видите? Вот это тоже вопрос к заводчикам. Потом начинаются, конечно, какие-то прелести взрослеющего поведения. Это тоже вопрос к заводчикам, психика собаки. И если, не дай бог, собака захворала, то первые, к кому мы обращаемся, тоже заводчики. И еще раз о тех документах, которые в обязательном порядке должны сопровождать щенка при переезде на новое место жительства. Первый документ, который выдает щенку, это щенячий карточек, который впоследствии меняется на родословную. Щенячий карточек состоит из двух частей. Верхняя часть идет на обмен, а нижняя часть по отрезу остается у владельца. Второй документ, который просто необходимо дать владельцу щенка, это ветеринарный паспорт. Вот. Это второй документ после щенячьей карточки. Здесь данные о сделанных прививках щенку. То есть, если владелец умалчивает или забывает про паспорт, надо у него спросить. Желаем вам больших друзей в миниатюрном формате. А если возникают вопросы, вы всегда можете обратиться в клуб «Элита», что по адресу улицы 1-й ударной армии, дом 3. Мы вновь в клинике «Доктор Вет» расскажем об очередном клиническом случае, чтобы владельцы кошек могли вовремя заметить признак недомогания у питомца и знали, с какими проблемами здоровья питомцы они могут столкнуться и как обезопасить своего любимца. Кошечка, зовут ее Поня, достаточно возрастная. Поступила вчера на прием с жалобами на многократную рвоту, вялость, поступила в лежачем положении. Было очень-очень низкое давление, 80 на 40, это критическое состояние. Температура 34, в норме у них температура 38,5-39,5. Соответственно, ее экстренно посадили на стационарное отделение, немножко восстановили. На УЗИ выявлен инородный предмет, что именно по УЗИ нельзя было сказать, но то, что там точно есть инородное тело в кишечнике, было подтверждено именно этим методом. Пошли на операцию и достали инородный предмет. Что же это было? Это трихобезуар. Это огромный-огромный комок шерсти, который в кишечнике, как правило, если в небольшом количестве, он может самостоятельно пройти. Если в большом количестве, то он объединяется в одну огромную массу и пройти по кишечнику не может, тем самым его закупоривает. Такая проблема часто встречается у мейн-кунов, породная предрасположенность, и у любых кошек, у которых большое количество шерсти вообще в принципе. Они постоянно вылизываются, вылизываются. И таким животным назначается пожизненно есть препарат мальтпасты для вывода шерсти. И там по инструкции, условно говоря, раз в неделю нужно его давать для того, чтобы этот препарат, даже если там есть шерсть, даже если еще она в небольшом количестве, она его разбивала. Вот такой вот длины на почти протяжении всего кишечника. Хирург делает разрез кожи, дальше брюшной стенки и достаем кишечник в поисках инородного предмета. Соответственно, мы достали кишечник и увидели воспаленный кишечник в данной области. Это была 12-перстная кишка. И он был воспаленный. Соответственно, когда мы его трогаем, мы чувствуем, что он должен быть мягкий, а он твердый. Делается разрез кишечника, небольшой сначала, и специальным инструментом мы пытаемся вытащить за кончик то, что там есть. Если у нас не получается достать инородный предмет из кишечника, есть вероятность еще попробовать, возможность попробовать сделать чуть больше надрез и попробовать это достать. Но если у нас никак не получается, это какая-то нитка, которая собрала кишечник в гармошку, условно говоря, или у нас уже развивается некроз на фоне долгого нахождения инородного предмета в кишечнике, то это только резекция. Удаление части? Удаление части кишечника, да. То есть мы одеваем на кишечник два инструмента, отрезаем и сшиваем кишечник к кишечнику уже непосредственно. Ну, у пони как прошло, по первому или по второму? У пони все прошло по первому сценарию, прошло все замечательно. У нас достаточно долго, но у нас получилось достать через небольшой разрез на кишечник инородный предмет. И в целом кишечник был ушит по общепринятой методике в два этажа. Далее обязательно проверяется проходимость кишечника, то есть мы прямо в кишечник вводим раствор и проверяем, чтобы из швов ничего не сочилось. У нее сейчас вводятся обезболивающие препараты, препарат, который убирает обезвоживание и препарат, который заводит перистальтику. Как правило, восстановительный период после таких операций занимает от 3 до 5 дней. Иногда больше, но если брать среднее количество, это 3-5 дней. Завтра придут результаты анализов, биохимический анализ крови, чтобы оценивать послеоперационные возможные осложнения анестезии на почке или печени. Пони еще несколько дней придется провести в стационаре. Врачи дают ей хорошие прогнозы. И делают все возможное, чтобы пациент не испытывал боли и как можно скорее восстановился. Если вас тоже что-то тревожит в самочувствии питомца, запишите адрес клиники. Сергеев Позат, Новозагорский проезд, дом 4А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok